Парад команд начался с южного мола Сочинского морпорта. Колонна возглавляла группа барабанщиц. Каждый экипаж парусников, участников черноморской регаты и больших парусников торжественно и достойно представлял свой экипаж судна. Многие сочинцы не остались в этот день дома, а пришли в субботу поприветствовать тех, кто несколько дней назад прибыл в Сочи из Новороссийска, преодолев более 150 морских миль. Для многих курсантов парусных учебных судов это была первая регата, а значит и первая практика полноценной гонки со сложными переходами в шторм и сильный ветер. В середине июня вышли из Санкт-Петербурга и обогнули Европу. Через Балтийское море вышли в Атлантику и потом зашли через Средиземное море в черное. На фрегате видно, что самый быстрый парусник. Первым приходим постоянно в своем классе. Самый быстроходный фрегат планеты «Мир» действительно занял первое место во втором этапе гонки. На этом паруснике в дни бесплатных экскурсий, несмотря на ненастную погоду, больше всего побывало сочинцев. А в порту Приморского города стояло 14 парусников из пяти стран – Румыния, Болгария, Испания, Польша, Россия. Когда приходят исторические парусники, которые по большому счету сегодня олицетворяют любовь к морю, любовь к романтизму. И когда наши детвора, практически все школьники наши смогли побывать здесь, прикоснуться к этим морским походам – это здорово. Ну и, конечно, это красиво. Самым быстрым в классе Б, С и Д стало небольшое судно «Акела». Вопреки общепринятому мнению, что женщина на борту к беде, девушки и курсантки помогали справляться с трудностями в море наравне с парнями. На маленькой лодке тяжело, все время в воде, все время не спать, все время выполнять определенные виды работ. Никто не отказывается, всегда все работают максимально с отдачей. Вот поэтому и выиграли. А на корабле «Надежда» в порт приписке «Владивосток» ежегодно проходит практику более 450 российских курсантов высших морских ущебных заведений. Парусник – как образец военных парусных фрегатов прошлого. Трехмачтовая «Надежда», построенная в 1991 году в Польше, была названа в честь знаменитого парусника, на котором 200 лет назад моряки впервые совершили свое кругосветное путешествие. Капитан парусника уже был отмечен в 2003 году президентом страны за самый дальний переход. И на этот раз, сразу после церемонии награждения участников черноморской регаты, Владимир Путин, пообщавшись с капитанами других судов, поднялся на борт «Надежды», где познакомился с моделями наиболее современных российских судов. Владимир Путин, который построен только на верфях Российской Федерации. Это не такой, который сейчас черноморген, это Владивосток. Покидая «Надежду», Владимир Путин расписался в книге почетных гостей. Позже капитан судна рассказал нам, что президент поинтересовался, насколько сложно заходить паруснику в порт Сочи. И когда паруса выставлены, когда судно идет под парусами, на самом деле, видно не очень хорошо. Конечно, современная техника, радары помогают. Тем не менее, курсанты должны править бедивинт, помощник должен видеть тоже, как работают паруса. И это сложно, об этом спрашивал президент. Капитан пообещал не сдаваться, ведь судно по пути в Сочи, когда шло в лидера, в буквальном смысле слова испытало погоду. Из-за семибального шторма и резкого встречного ветра переломило верхушку мачты. В порту Меретинский пришлось ремонтироваться. Теперь уже гонка продолжается по самому протяженному маршруту Сочи-Варна. До болгарского порта 510 миль. Это около 10 дней незабываемого морского путешествия. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.